Рад приветствовать на канале Коинпост. Глава ФРС Джером Пауэлл, который всегда умел успокоить рынки и рассказать самые плохие новости таким образом, что они тут же начинали снова расти. Вчера, вероятно, не с той ноги вышел с заседаний ФРС и в буквальном смысле разбушевался, потому что сразу после его слов ситуация изменилась на противоположную, друзья. Сегодня главной темой ролика будет вчерашнее заседание ФРС. Чем именно Пауэлл так напугал рынки и что теперь будет с инфляцией, ставкой и балансами регулятора на 9 триллионов долларов. А также обсудим цену биткоина, потому что ведущие мировые финансовые холдинги и известные на весь мир инвестиционные фонды не разделяют пессимизм касательно падения и видят 90 тысяч долларов в этом году, а через несколько лет вообще называют цену в 1 миллион долларов. Все подробности в сегодняшнем видео. Не переключайтесь и отдельное спасибо тем, кто поставил лайк. Мы начинаем. Итак, Джером Пауэлл разбушевался и вот как вчера развивались события. В ожидании заседания ФРС фондовый рынок США РОС по биткоину в моменте вообще было почти 39 тысяч долларов. И вот они результаты заседания. Объявляется, что ФРС, как и ожидалось, сохраняет ставку на около нулевом уровне, а тейперинг будет идти как и раньше и закончится в марте. Как мы с вами договаривались, я оперативно осветил эту информацию в нашем канале в Телеграм и только начал любоваться зелеными свечами, как началась пресс-конференция Джерома Пауэлла. И вот он показал себя с такой стороны, с которой его раньше не видели. На самом деле, после того, как Байден поддержал кандидатуру Пауэлла на второй срок на пост председателя ФРС, его риторика стала более жесткой. Но вчера он реально наговорил много очень страшных для рынка вещей. Первое – это рост инфляции. На сегодня она уже равна 7% в США, и раньше нам обещали, что он еще немного подрастет и потом уже точно пойдет на спад. То по новой информации от Пауэлла, есть риски, что инфляция будет расти до середины 2022 года. Если не дальше, и до конца года ФРС вряд ли сможет вернуть ее на желаемый уровень в 2%. Вторая неприятность – это поднятие ставки. Раньше ФРС рассказывала о планах поднять ставку 3 раза на 25 базисных пунктов. Теперь же Пауэлл озвучил следующее, что в текущем году ФРС будет реагировать на инфляцию, и у них есть много возможностей изменить ставку. Речь идет о заседании ФРС, которых до конца года пройдет еще ровно 7, и получается, что в теории на каждому из них могут поднять ставку, если того будут требовать данные по инфляции. И третья важная вещь – это сокращение баланса ФРС, которых сегодня чуть меньше, чем 9 триллионов. Пауэлл подчеркнул, что в марте мы заканчиваем тейперинг, первый раз поднимаем ставку и начинаем продажи. Также он добавил, что балансы ФРС очень большие и требуют существенного сокращения. Звучит очень тревожно. Правда, тут у Пауэлла, видимо, сработал какой-то внутренний выключатель, и он несколько сгладил позицию, добавив, что продажи будут проводиться, цитирую, «упорядочено и предсказуемо», то есть так, чтобы не обвалить рынки. Надо отметить, что ФРС действительно не преследует цели обвалить рынок акций и вместе с ним криптовалюты, золото и так далее. Но они сейчас представляют из себя канатоходца, у которого, с одной стороны, растущая инфляция, а с другой – угроза падения рынков. И поэтому им придется сыграть в игру, когда нужно поднимать ставку и продавать активы с баланса, но при этом не устроить новый кризис. В 2018 году подобные действия с одновременной продажей активов и поднятием ставки вылились в коррекцию по S&P 500 на 20%. Как у них это выйдет в 2022 году, очень скоро узнаем. Следующее заседание, когда ФРС начнет поднимать ставку 16 марта. Предлагаю ненадолго отвлечься от рынков и вспомнить, как геймеры хейтят криптовалюты из-за дорогих видеокарт. Расскажу вам про проект Moon Nation, построенный на базе Binance Smart Chain, где нет майнинга, а транзакции быстрые и дешевые. И это будущая площадка-агрегатор для блокчейн-игр, по аналогии с геймерским сервисом Steam. Moon Nation – это многоуровневый проект, который состоит из Moon Nation Game и Moon Nation Bridge. В будущем они станут магазином игровых приложений, так сказать, криптоверсия Steam. И, кстати, они уже заключили партнерство с данным сервисом. Еще среди партнеров у проекта, ведущий на рынке поставщик блокчейн-оракулов Chainlink, ведь им потребуется обмениваться данными с реальным миром. Кроме того, Moon Nation – приключенческая игра в космическом сеттинге по системе Play2Earn, где игровые персонажи и предметы выполнены в виде NFT. Игра уже доступна в бета-версии, и под нее разрабатывают метавселенную. Под видео оставлю ссылку на русский телеграм-чат Moon Nation. Вы можете подписаться, чтобы узнать все подробности о проекте и следить за обновлениями. Обещал вам хороший прогноз от финансового холдинга, и он есть у меня. Директор по макроэкономическим исследованиям Fidelity Investments Юриен Тиммер считает, что 35 тысяч – это справедливая цена биткоина, и мы вряд ли пойдем намного ниже нее. Аналитик предупреждает, что отклонения от модели могут быть значительными, но текущая цена на основании его модели спроса находится на 39 тысячах. И чем ниже мы от этого уровня, тем более перепроданным является биткоин. При этом на нахождение цены вблизи дна указываются отношения биткоина к золоту. И также мы видим формирование бычьей дивергенции на графике краткосрочного моментума. Отмечу, что его модель указывает на 110 тысяч долларов за один биткоин в 2023 году, а в течение этого года цены уже могут подняться выше текущего максимума 69 тысяч. Вот такой прогноз от Fidelity. Напомню, я тоже жду отскок по биткоину на 40 тысяч, и даже выше. Но в моем понимании, это будет лишь временный рост, и затем курс может отправиться на новое дно. Какой прогноз окажется верным, покажет время. А я хочу сейчас немного обсудить вчерашний ролик. Ютуб не отображает количество дизлайков, но я их вижу в панели администратора, и реакция на данный ролик оказалась довольно негативной. Я знаю почему. Потому что никто из нас не любит, когда ему рассказывают неприятные вещи. И в такой ситуации не важно, подкреплены они аргументами или нет. Срабатывает просто правило. Мне это не нравится, значит это плохо. Хочу объяснить, что я не призывал никого вчера продавать альткоины. Я только рассказал, что если у вас на руках есть альткоины, и они сейчас могут быть в минусе, то в скором времени может быть хороший шанс выйти с рынка с небольшой прибылью, или хотя бы в ноль. В комментариях написали, что на дне нужно только докупать и усреднять, не быть хомяком, и ждать, когда цены снова пойдут вверх. Если ваш анализ показывает, что такая монета обязательно вырастет, то, конечно, ваша стратегия правильная. И я вижу, откуда идет ваше непонимание моей позиции. Ведь баланс криптопортфеля показывает минуса. А тут еще и вместо того, чтобы рассказать вам о том, что надо немножко потерпеть и впереди иксы, я говорю, что может стоит подумать и продать. Просто посмотрите эти графики. Лайткоин после прошлого пика потерял 90% и превысил его в прошлом году только на несколько десятков долларов. Трон. Топ-8 проект по показателю TVL на сегодня. Быстрый и дешевый блокчейн с большим количеством пользователей. Но цена так и не достигла максимума января 2018 года. Стеллар. Это как XRP, только их никто не судит. Есть договоренности с рядом стран, в том числе Украиной, об участии в разработке национальной цифровой валюты. А как вам Zcash? Именно они придумали доказательства с нулевым разглашением, на котором сейчас построены многие протоколы второго уровня для эфириум и любимая многими мина. Я могу продолжать показывать похожие графики очень долго. Поэтому если вы верите, что ваша монета гарантированно установит новый максимум, конечно, держите и докупайте еще. Но мы с вами договаривались говорить о криптовалютах без розовых очков. И реальность такова, что даже топовые проекты могут жестоко обмануть ваши ожидания. Так что я не призываю вас продавать. Я прошу вас просто еще раз проанализировать свой портфель, подробно оценив каждую монету. Надеюсь, вы меня поняли. Если да, там есть кнопка подписаться. 2022 год будет крайне интересным и не обязательно легким. А я перехожу к хорошим новостям. Первое. Это отчет Tesla. Согласно документам компании, они все еще инвестируют в биткоин. В четвертом квартале прошлого года Илон Маск ничего не покупал, но и ничего не продавал. И следующая хорошая новость. Это отчет аналитиков инвестиционного фонда Arkinvest, который основала Кэти Вуд. Они подготовили отчет, в котором разбирали новые инвестиционные идеи и спрогнозировали цену биткоина в 1 миллион 360 тысяч долларов в 2030 году. Такое станет возможно, потому что 10% предложения будет использоваться как валюта в развивающихся странах. 1% осядет в государственных резервах. 5% придется на владение самых богатых людей мира. 2,5% инвестиций институционалов. 5% в резервах корпораций. И также биткоин заберет себе половину рынка золота. Всего капитализацию биткоина через 8 лет оценили в 28,5 триллионов долларов. Не знаю, как вы, а лично я готов держать биткоин еще 8 лет, чтобы увидеть, как исполнится данный прогноз. Как это будет происходить в реальном времени, вы сможете прочитать в нашем канале в Телеграм. Ссылка в первом комментарии. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр, канал Коинпост. Подписывайся и будь в плюсе.